Заросший канал, мусор вдоль берегов, течения практически не видно, но вода на сегодняшний день в Курочкино все-таки поступает. Вода снова начала поступать в Курочкино во вторник, 6 августа. До этого труба стояла сухой, шли ремонтные работы. В течение недели проводились еще профилактические ремонтные работы на самой насосной станции. Там производились замены автоматов силовых, часть заменили на новые. В связи с этим были еще и проблемы, как все это приобрести. Происходила вот эта установка. Со вчерашнего дня снова идет качка. Теперь воду из Смолина в Курочкино должны перегонять в 12-часовом режиме, 5 дней в неделю. Наполнить озеро пытаются с августа прошлого года, но труба периодически рвется, а водоем становится все мельче. Только за это лето уровень опустился еще на полметра. В прошлый год занимались все лето ремонтом этой трубы, постоянно ее прорывало. И снова этот год все лето прорывы сплошные и от силы, может быть, качали, если посчитать календарные дни, может быть, две с небольшим недели. Те средства, которые направляются на ремонт этой ржавой трубы, их было более эффективно направить на прокладку новой трубы. Тем более, что тот водовод, который существует, он более 5 километров протяженности. Он был создан для других целей. Не для переброски в Курочкино, а дальше по каскаду озер. А напрямую же расстояние между озерами Смолина и Курочкино около двух километров. Было бы, я считаю, более эффективно положить, не закапывая, потому что это все-таки летние водопроводы. Летом в Курочкино хотели перебросить 2 миллиона кубических метров воды. Чтобы перекачать такой объем, насосная станция теперь должна работать в круглосуточном режиме примерно 3,5 месяца. И даже в этом случае уровень озера поднимется всего лишь на метр. С наступлением холодов перекачка остановится.